С 2004 года в Украину начали заходить большое количество, сотни тысяч россиян. Получать украинские паспорта, становиться руководителями заводов, предприятий, заходить в бизнес, заходить в политику. Заходить в политику даже в качестве народных депутатов. У нас есть не один десяток россиян, которые после 2004 года получили украинский паспорт. Они стали одними из ведущих политиков, есть и в партии регионов бывшие, и еще много таких людей, фамилии не будут называть. И естественно в мэры городов, заммэры управления, то есть заход был очень мощный. Это заходили в основном агенты спецслужб России, и дальше они выполняли определенные задачи, которые уже ударили по самой Украине. И в 2010 году мы видели прекрасно, как это происходило, когда продлевали в Крыму после 2017 года военные базы России. И это было в 2014 году, когда отдали Крым, просто отдали, подарили россиянам. И это было в том же 2014 году и 2015 году, когда россиянам подарили по Минску второму, подарили Донбасс. Я считаю, что подарили здесь конкретная сдача нашей территории тем президентам и тем канцлерам Германии, которые там присутствовали при этой сдаче. То есть вот такого рода действия они были, есть и они еще будут. Наши спецслужбы не справляются. Скорее всего, у наших спецслужбах также есть эти российские агенты. Раз они не справились, тогда они справляются сейчас. Это одинокие выходящие наружу моменты, связанные, допустим, с тем же Богославием, когда сбиваются три К-52-х, скрываются двигатели, а там двигатели стоят, мотор Сечи, запорожцы, причем выпущенные после 2014 года. Без хозяина, без директора мотора Сечи, без начальника внешнеэкономических связей, такое действие невозможно было в правительстве, то есть такую передачу. Таких еще кадров у нас очень много, от слова «очень в квадрате» много. Их еще вычислять и вычислять. Я думаю, пока военная разведка не займется такого рода, я за СБУ не говорю, СБУ не справилась. Служб безопасности ее надо разгонять. То есть это как раз та часть, может быть, инфильтрованная уже в том числе и российскими ФСБшниками, старыми КГБшниками. То есть эта часть абсолютно не справилась, это служба с выполнением такого рода задач. Сейчас оптимальный вариант как раз перевести эти задачи, перебросить на контрразведку именно военную. Может быть, это в ГУР передать, может это в ССО, под Генштаб, в ГУР, Министерство обороны, неважно. То есть надо забирать контрразведательное мероприятие, службу безопасности, службу безопасности. Надо разгонять или отправлять ее действительно в качестве, допустим, дополнения на фронт. Выполнять задачи, которые будут уж точно видны, и там сильно не побалуешься. А вот задачи контрразведки, оставшиеся после службы безопасности, переводить на военные рельсы. Только военные могут разобраться с этой проблемой, иногда без суда и следствия.